Торжественные проводы на службу в президентский полк ФСО России стали доброй традицией нашего региона. Напутственные слова о будущем защитникам Отечества сказали не только родители и близкие, но и духовные лица, а также губернатор Ульяновской области. Защита своего народа, своей земли, родного Отечества во все времена считалась священным делом. Именно на ваших плечах и плечах ваших сверстников Родина возлагает сегодня ответственность за безопасность нашего государства и мирный труд граждан России. Я хочу, чтобы вы знали, что мы, ваши родные и близкие, ваши друзья и все жители Ульяновской области горят за вами. Даты основания президентского полка считаются 8 апреля 1936 года, когда батальон особого назначения был реорганизован в полк специального назначения. Подразделение решает важные задачи по обеспечению безопасности первых лиц государства, сохранности кремлевских ценностей и других важных государственных объектов. Поэтому попасть туда на службу очень сложно. Но конкурс около 70 человек на место. Каждого призывника тщательно проверяют перед отправкой. Они прошли серьезный отбор. Это как по линии МВД, так и по линии Федеральной службы безопасности. Требования к призывникам повышенные. Это полк номер один. Соответственно, рост не меньше 175 сантиметров, чтобы не было никаких повреждений, штрамов на лице, не было никаких наколок, ну и остальных таких, которые выделяются на теле, возможно. Из Ульяновской области ежегодно отбирают 10 человек из осеннего призыва. Служащие охраняют пост номер один на могиле неизвестного солдата у стен московского Кремля. Встречают иностранные делегации в составе роты почетного караула и участвуют в мероприятиях, которые проводит президент. Конечно, такая служба – большая честь для каждого призывника. На самом деле я очень горд, потому что я смог пройти этот отбор и счастлив от того, что я буду служить в такой престижной части, как президентский полк. Призывникам торжественно вручили памятные подарки от губернатора – наручные часы. На мероприятии также наградили родителей тех, кто уже отслужил в этом году. Торжественно вручили цветы и похвальные листы с благодарностью за достойное воспитание сыновей. Юлия Руднева, Геннадий Бухтояров, Управда ТВ.